Между великими северными реками, при Уральской Печорой и при Карельской Северной Двиной течет чуть меньшая, но быстрая и своенравная мезень. Ее до сих пор считают малодоступной, хотя к Верховьям проведена железная дорога, к Устью приходят пароходы, а в оба райцентра летают большие самолеты. Правда, самой Мизинии дорог почти нет, если не считать самой реки. Но и это понятно. Ради двух десятков тысяч человек не стоит тянуть и содержать такие длинные дороги. Самолет дешевле. Но из коми республики наш путь был стариннее и труднее. Вертолетом с Печоры до водораздела, пешком Волок и катамараном 270 километров по притоку Мизини, Пижми. Зато увидели самую дикую, почти безлюдную часть Мизинской страны. ПИЖМА Стало первопрохождением северной тайги и пустыни. Той среды, того дома, в котором воспитывались наши предки. И может быть, именно в ней хранятся все ответы. Людей мы не видели почти неделю. И, конечно, обрадовались первым встречам. Среди мимолетных встреч особой была встреча с крестом, вон там, наверху скалы. С крестом, свежевосстановленным потомками, помнящими, что горели здесь не просто люди, а новые люди, личности, первые и настоящие диссиденты. Раскольники уходили в эту тайгу пустынь, осваивали здесь земли трудом великим. А как только добирались до них царские власти, вспыхивали факелами, не отступая ни на шаг от своей независимой веры, единственной основы правильной жизни. 20 тысяч самосожжений. И заставили таки, величайшее в мире самодержавие, признать их человеческие и божеские права. Необычайно высоты духовный подвиг до сих пор нами не оцененный. Не его ли повторяет сейчас часть сегодняшних правозащитников? Когда власть перестала гнать за веру, раскольники примирились с ней и стали ей верно подданными. И этот компромисс верен. Ведь государство объединяет людей разных вер, и их надо понимать и признавать. Витя и Глеб тоже пошли на примирение с властью. Но есть ли у них своя вера основания? И сохранят ли они ее? Первую месяцкую деревню мы увидели задолго до нее самой, по коровьим загонам вдоль берегов. Но она оказалась уже брошенной, без перспективы и людей. Только один дом держит живым, молчаливые два пастуха, приглядывающие за ноговым совхозного скота между делом, то есть между охотой и рыбалкой. С нами они почти не разговаривали. И мы не решались расспрашивать про крест и раскол. Да и сами знаем, что мезень в основном расколы не приняла. Осталась православной. И покатили нас снова вода и руки 12 километров до Шегмоса. В нем нет и полусотни домов. Однако здесь есть отделение совхоза, а значит и клуб, и почта, телефон, сельсовет, и, конечно, магазин – предмет наших недельных мечтаний. Но жить ли и здесь до нас не было никакого дела. Мало ли бродят тут туристов и приезжих. Даже местные ребятишки не любопытствовали. А может, в этом будущее сдержано с характера и достоинства. И только один раз нам повезло, когда рядом с катамараном причалила лодка с сеном. Старики в перерывах между тяжелыми ходками сена успели порассказать и про житье-бытье, и про охоту в лесу, и про детей в городе. Труд им привычен, здоровье позволяет. Друг друга берегут, высоко себя не ставят, но и в праведности прожитой жизни, похоже, уверены. И так это хорошо, и так завидно. Еще 12 километров гребли от Шекмоса и показалось Ларкино. Третья и последняя деревня на Мезинской пижме. Магазин и продавца не оказал. На работе, сказала нам старушка, как выяснилось, приехавшая из большого села на Мезине, чтобы помочь дочери, которая тоже на работе, на сенокосе. Почти слепая, она привычно ориентировалась в бывшем своем доме и вокруг него. Дивились мы, каким светом лучилось ее доброе лицо, светом праведно проживаемой жизни. Она свела нас в свой огородик, чтобы одарить зеленым луком. Как мало ухоженной земли, да и ту поддерживают старики. Старинная, общинная, земледельческая Мезинь вымирает. Можно подумать, что и сами эти могилы живы только временно, пока жива еще деревня. Но все же, я думаю, что дух покоящихся здесь, Мезинцев, бессмертен и когда-нибудь очнется в новых людях, деревнях, артелях. Ну вот и добрались мы до аэродрома, в селе Возгоры на самой Мезине. Здесь мы закончили маршрут и сложили свой катамаран. Возгора – центр совхоза, что по нынешним понятиям уже почти столица. Поэтому здесь много людей, ведь кроме совхоза здесь ведется крупная разделка леса, есть грузовая пристань, есть аэропорт для аммушек и вертолетов. А еще за ближайшим горой Увалом стоит воинская часть и льются музыки команды на всю округу. Поэтому здесь много магазинов и даже строится что-то вроде большого клуба или театра. Дома больше части современные, без художественных излишеств. Но дымят уютно северные баньки, греют хозяевам тело, а нам души и надежды. С этими чувствами мы бегом возвращаемся на аэродромное поле приземлившегося самолету, вызванным для нас чуть пижонистым, но таким скромно славным диспетчером. На нем мы и улетаем в райцентр. С Лишеконского для нас началась старинная, как бы музейная медень. Этим уроженком Лишеконского, приехавшим на родину, потому что тянет сюда, мы хвалили их в северный край. Они же с большой благодарностью встречали наши слова. И у нас возникло ощущение, что свое новое жилье и славные женщины увезли самое добротное из своего мизенского детства. И понятно, почему они сюда приезжают. В Лишеконском много новых домов. Но и старые крепыши стоят еще людям на радость. С особым благоговением осматривали мы крыши, сложенные с теса по-старинному, с полотенцами, причелинами, с желобами на курицах, с мощным цельным бревном охлупнем, с деревянным конем, ставшим по книгам Абрамова и иных северян символом русского севера, его сути. Но могут спросить, практичные люди и вдруг столько украшений, безделушек. Вот мы говорим, жил человек такой-то, трудился, в поте лица добывая свой хлеб, прожил срок и умер, и остались после него дети. Это мы говорим про него, но сам он никогда не скажет так. Он никогда не согласится, что весь смысл его жизни состоял в труде и детях. Нет, у него были какие-то иные надежды. Просто жизнь оказалась слишком тяжела, и надежды оказались неисполненными. Ведь и дом строят не потому, что топор есть и делать нечего, а потому, чтобы человеку жить в нем. Но ведь и живешь не только потому, что родился и есть хочется, но и потому, что интересно, потому что возникает душе свои надежды. Но каковы же эти надежды и смыслы? Где они записаны? В каких вечных книгах? Как где? В народном искусстве. Ведь искусство – это поэтический шифр, в котором выражаются мысли и чувства, надежда и упование, охватывающие опыт поколений, память и мечту, и убеждение в том, как все должно быть между людьми. И потому смысл и надежды жизни не гаснут и не теряются в веках, но передаются одним поколением другим. Уставшая от туристов, но не потерявшая природной доброты уборщица речного вокзала пустила нас с вымокшими спальниками ночевать в зал ожидания. Устроенный быт, вымытые в бане тела, настроили на благость, на воспоминания, исторические, конечно. Мы читаем вслух за чайным столом и уходим вглубь веков, как появились здесь еще в дохристианские времена новгородские молодцы, удаль которых и силушка всегда нам в пример будет ставиться. И при этом гадаем, не от их ли коней на ладьях пошли мезинские кони на крышах в память о древнем роде и в пример внуков. Как будто бы без следа погибли варяги, древние наши землепроходцы, а духом вот нет. Вынырнули из пучины и оседлали жилища своих потомков, направляя их души к морю, к свободе. Может, и неверна наша догадка. Может, правей ученые, видящие во хлопнях больше языческие заклинания и образы светозарного солнца и порывистой бури. Пусть так. Нам просто нравится север и его лешие кони. Пожалуй, самым интересным и разнообразным, самым характерным и заповедным мезинским селом, околотком, является Кельчемгое на правом берегу Мезени. Из пяти соседствующих или почти слитых деревень Кольчина, Заручья, Макшева, Зоозерия, Шелявы. Характер человека, образ его жизни и слово это одно и то же целое. Многие исследователи и путешественники объясняли характер жизни на русском севере тем, что там не было крепостного права, как не было его на Дону и в Сибири. В нравственном смысле это имеет очень большое значение. Достоинство человека не подавлено рабским положением при барине, при помещике, при хозяине. Воля человека, его инициатива не связана тяжелой цепью неволи. Труд северного крестьянина был ничуть не легче труда крестьянина московского или тульского. Хлеб со своих бедных десятин никогда не кормил его, но он был свободен, он был относительно равноправен со всеми. И это обстоятельство сильно влияло на характер человека, на его творческие потенции. Понукание, надзор за трудящимся человеком рождает бездельников, хитроумных лодырей. Свобода же побуждает к жизнетворчеству. Подходим к упоминаемому во всех путеводителях дому Клокотова со старинной еще от прошлого века резьбой и росписью. Роспись на фронтоне львы, сказочные птицы, растительные орнаменты, говорят они еще из языческих времен. Нам повезло, удалось разговариваться с хозяином. Как же ему туристы не надоели, едут со всего Союза. Нелегким трудом и упорством поддерживает он жизнь огромного дома, подкрашивает, подновляет его фасад. Хотя ему уже не раз начальство из Архангельска настоятельно предлагало переехать в городскую квартиру, чтобы дом перевезти в музей Малой Карелы, но он упрямо не сдается. Здесь выраст, здесь и умру. И дому стоять здесь. И необыкновенная симпатия пробудилась у нас к этому мрачноватому человеку, ведь его волей и трудом еще живо художество Кельчем горы, да и все медени нашей северной крестьянской Атлантиды. О красном вечере задумалась дорога, кусты рябин туманней глубины, изба старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины. Осенний холод ласковый и кротко крадет синглой к овсяному двору. Сквозь синь стекла желтоволосый отрок Лучит глаза на галчую игру. Все гущих мать в хлеву покой и дрема Дорога белая узорит скорский ров И нежно охает ячменная солома Свисая с губ кивающих коров. А другого всесоюзно известного дома мы не увидели. Женщина привела нас на место, где он не так давно еще стоял, а после смерти последнего хозяина был разобран за ветхостью на дрова. Лишь крыльцо увезли в музей. Мы стоим обескураженно улыбаясь. Нет, крестьянская аттрактиль не может исчезнуть полностью. Она останется жить в душах потомков. Украшают же соседние юрами фронтоны новых домов по типу Клокотовского. И снова вспоминаются слова из книги Шергина. Конечно, трудящийся человек ничего не будет делать без необходимости, без прямой пользы. Но также верно, что ничего хорошего он не делает и без чувства красоты, без любви, без настроения, и из-под палки. Когда же эту очевидную, но нелегкую мудрость Севера усвоим все мы, вся страна, пока мы видим лишь разрушение. Особенно грустно было ходить по закрытой и разваливающейся школе среди разлетевшихся пособий, тетради и даже книг. Грустно смотреть из разоренного храма знаний на северную деревню, так высоко ценившую свое время умение знания. Колотился я на Грумонте, довольны годочки, не морозы там страшны, страшит темно ночка. Там сполохи причудно пуще звезд играют, разналогненным пожаром небо зажигают. И еще в пустыне той была мне отрада, что с собой припасены чернила и бумага. Я в пустой избе один, о скуке не знаю. Я хотя простолюдин, книгу составляю. Не кажу я в книге сей печального виду, я не списываю тут людскую обиду. Приветливая женщина со смущением наблюдает, как мы опорожняем ведро обрата, более вкусного, чем московское молоко. Потом она приносит из дома трехлитровую банку, наполняет ее и продолжает извиняться, что это не молоко. А через четверть часа другая женщина на вопрос, как выйти на Юромскую дорогу, вызвалась проводить нас и шла добрую версту до дороги, где потом часть пути провез наши рюкзаки местный молоковоз и тоже при этом извинялся. Конечно, ни о каких деньгах не было и речи. Всего на Мизене мы говорили, общались, пожалуй, что с двумя десятками местных жителей. Были среди них и в Демину пьяные, но не было неприятных, неприветливых. Здешние жители это люди еще старшего, традиционного северного поколения, почти поморского согласия. С точки зрения современной школы они даже мало образованные, но с гораздо более важной точки это люди высокой традиционной культуры, как в человеческих отношениях, так и в памяти о предках. Вспомним знаменитую представительницу этих людей, Марию Дмитриеву Кривокаленову, о которой пишет Галкин. Это та самая знаменитая бабушка, которую нищие привезли в 1916 году в Москву, а три месяца спустя она уехала на родину, осыпанная подарками, богатая и напоенная славой и радостью. Однако бабушку это не смутило, и очень скоро, раздав все свое так внезапно обретенное богатство, она сделалась опять такой, какой и была, бедной и свободной. Кривополенова была последней сказительницей русского севера. Печать и особенно радио отучили северян петь самим былины, передавать изустно особую северную культуру. И тем не менее передача северного характера происходит. В Мокшеве под языческой горой холмов сооружена в конце прошлого века деревянная пятиглавая церковь, даже название не знаем. Путеводители только говорят, что до недавнего еще времени продолжали здесь встречи ночи Ивана Купалой. И хотя православная церковь, наверное, намеренно строилась близ языческого холма, чтобы починить себе его, но видна сама жизнь заставляла мельцинских священников считаться со вкусами паствы, упрямых в соблюдении преданий и обычаи своих далеких новгородских предков. Храм закрыт, разорен даже квартировавший в нем клуб. Одно хорошо, можно по шаткой лестнице забраться на колокольню и посмотреть на миренский мир сверху и подумать, чем же отличалось северное православие от столичного. Отличалось оно прежде всего сильным ослаблением государственного давления. От Москвы далеконько, а люди на этой сыровой земле были сильные и самостоятельные в отставании своих обычаев и свободы. Приверженность своей старине это свойство и других русских окраин, особенно западных, Белоруссии, Закарпатии, не говоря уже о просто западных странах. Да, это так. Почвенность, консервативность существенная часть свободного западного по типу человека, где бы он ни был, в Европе или в Японии, Индии или на окраинах России. И нам тоже, говоря словами Шергина и Галкина, необходимо восстановить золотую цепь времен, начиная с самого первого, самого исконного и истинного языческого звена детства человечества, чтобы на основе человеческой приверженности к золотому веку первобытного коммунизма идти, выстраивать в отношениях свободный коммунизм будущего. А для этого сильным людям следовало бы уходить от власти центра, от его авторитета, привилегий, богатства, культуры, даже в бедность, человеческую пустую. Чтобы душу спасти, нужно не жалеть тела. Но способны ли мы хоть услышать эту заповедь своих северных предков? Пожалуй, самая яркая и заметная деталь мезенского православия и доказательством его сугубо личного характера являются многочисленные обетные кресты при дорогах, а еще чаще прямо у ворот или во дворе. Эти кресты люди ставили по обету к богу во избавлении от болезни и несчастья себя и скота. Изрезывали криптограммами молитв и знаками страстей христовых, укутывали дарственным паневами, утепляли свечами. И такая в этом проглядывает прозрачная связь с физическими еще поклонениями святым деревьям или изрезанным идолам, что невольно вспоминается обетные молельные распятия в наших католических окраинах. И то, что эти кресты сейчас падают по всей мизине, даже известное, что только нам, туристам, приходит в голову поднять перекладину с Христом, хотя бы повернуть ее из мокрой травы к просыхающему иногда небу, свидетельство такого упадка, такого регресса личной веры, а значит и личности, что от печали и слова не помогут. Красноглинистыми мизинскими берегами мы продвигались от кельчем горы к древней Юрыми, со страхом и благодарностью преодолевая такие вот раскачивающиеся мосты, ведь мы несли подаренные в этой деревушке иконы. Анастасия Александровна Пургина ныне живет у дочери в Северодвинске, а летом приезжает на родину. Она предложила нам стопку старых попорченных икон, признавшись, что не знает, куда их деть. Зять военный не одобряет, жить, что ли? Берите, если кому добро будет. А вот эту красоту семейное достояние она ценит и холит. И хоть нам напротив не так уж симпатичен этот православный блеск, но привязанность нашей дарительницы трогает. Мы рады ее подарку и печалимся, что она, если и верит, то стесняется своей веры. И потому наше восхищение больше отдается верующим, которые не отреклись и устояли. Семнадцатого века Юрома волосная столица, а ныне центр совхоза и очень крупное для мезни село. Дома его, как и в Ожгоре, перестраиваются, старинного осталось мало, хотя бревенчатые укрепления красных берегов, обрубы и мостки мы еще нашли. Путеводитель сказан, остатки деревянных набережных еще есть в великом дворе центральном околотке Юромы. Это сложное и умное, прямо-таки инженерное сооружение. Вот и призадумаешься, можно ли всерьез говорить об отсталости крестьянского севера. Эти слова были убедительны в довоенном времени, когда существовал великолепный ансамбль Юромского погоста восемнадцатого века. Но все сгорело от молнии, небрежения, и осталась только картинка в книжке. Да людская память о мужиках, богатырях, строителях огромных храмов. Таких, как Пашко, прогнавший разбойника и колдуна за Жегу. Легенда есть легенда, но была под ней и реальная основа. Крестьянские отряды самообороны под командой Павла из Юромы, самостоятельно каравшие как настоящие разбойные шайки, так и московских стрельцов, когда те уж слишком давали волю рукам в своих грабежах и воровских пожилах. Северные крестьяне могли защищать себя, конечно, когда силы были хотя бы сопоставимы. Сейчас над рекой стоят только современные памятники. Ворошилу, когда-то он здесь отбывал ссылку, и Юромцам, погибшим на реке после войны. Ночевали мы в общежитии архангельских шабашников, приглядываясь к местному быту и неторопливым стройкам. Но хозяева наши вернулись с работы за полночь, когда мы уже спали. А утром мы уходили, стараясь их не будить. Так что общения не получилось. И как живут современные промышленные артели на Мезине, мы не узнали. Только догадываемся, что это обычно наш брат шабашник, одинаковый и в северных, и в южных пустынях. Но все же надеемся хранящий в своей работе отблеск северных поморских уставов. Утренней Зорнице мы продолжили свое путешествие по Нижней Мезине, деля время между чтением книг, снов, наблюдением за курсом единственного пассажирского корабля на Мезине, дорогого, как самолет, и проклинаемого, как погубителя берегов и рыбы, попыткой беседы с бывшим морским капитаном Феофаном Кирилловичем Мальгиным, северянином Помором, из которого я так мало вынесла, хоть и старалась, или вслушиванием в незамысловатый треп сегодняшних мезенцев, или просто вглядыванием даже насматриванием на берега страны Мезении. Наше путешествие на Зорнице окончилось перед Кимжей, в местах, куда доходит уже дыхание морских приливов. К вечеру из Кимжи мы пешком подошли к Дорогорскому, оно на том берегу, надеясь на случайную помощь и верно крики детей подвернули к нам сердобольного лодочника Володю с напарником, похоже, расконвоированным, передавшим привет Москве. Они перевезли нас, не взяв денег. Из Дорогорского последним автобусом мы уехали в саму Мезень. После ночевки в притундровом сосничке у аэродрома и утреннего чая с ягодой, выяснив состояние билетов на Архангель, мы отправились на осмотр Мезейни. К сожалению, осторожность путеводителей была оправданная. В этой раскиданном и сером от перестроек, как будто временном поселении трудно что-либо смотреть. Даже в самом центре у райкома партии не деревни, нет, но бревенчатый поселок. Вот, продолжает править бал. И мы не знаем, радоваться этому или огорчаться. Вроде хорошо, что у начальства нет сил все вокруг себя перестроить под западный образец. А с другой стороны, уж очень убогая рабочая, барачная мезень, и нет сил радоваться ее сохранности. Только на центральной улице, поднимая голову к старинным решеткам, мы получали возможность подумать об устроителях города, о новгородце, о кладникове, с сыновьями, о Борисе Годунове, устроившему здесь первую таможню на первом сибирском тракте, и, наконец, о Екатерине Великой, объединившей Окладникову и Кузнецову Слободы в уездный город Мезень со своим гербом и громадными владениями в пол Европы. Эти Слободы так и не срослись в единый город, а Мезень численно почти не выросла. Видно, такого уж удела этого города быть не столько столицей и выразителем Мезенского края, сколько Слободой форпостом власти. Только в музее во многочасовой беседе с его директором энтузиастом по совету этого Мезенца наше настроение переломилось. Василий Иванович с такой любовью повествовал нам о географии, экономике, археологии, древней и новой истории, славе своего края, о 17 Мезенских именах на карте Ледовитого океана, о славных Мезенских землепроходцах, о Грумансе, Чукотке, о подвигах Сибирякова и знаменитых писателях, о мирных незлобивых переходах здесь от советской классики к белой и наоборот, что мы не могли не понять, что такая любовь не может существовать без мощной поддержки любви множества людей, его земляков. И эта встреча поселила в нас радость, не гаснущую до сих пор, слившаяся с надеждами книги о Шергине. Исторические условия сделали русский север своего рода заповедником, где память о предках новгородцев была не только на языке, но проявлялась во всех традициях здравствующей жизни. Здесь была власть моря, власть реки, леса и сам уклад жизни, и сам человек еще не успели измениться под натиском социальных преобразований. Всякие нововведения достигали берегов Белого моря уже с опозданием и ослабленными, а подчас и потерявшими обязательную силу. Поэтому житейские устои, профессиональные и художественные пристрастия северного жителя не подвергались таким решительным искушениям и испытаниям, как в центральных областях России. Есть у Шергина удивительная легенда об Иване Гостеве, одном из тех новгородцев, государей-кормщиков, которые утверждали жизнь на берегах Белого моря. Вечно ходит солнце с востока на запад, гуси и гагары с теплом летят на север, с холодами на юг. Этим же обычаем сорок лет мерил Иван Гостев неизмеримое море, и где стоял кресты и избы и амбары, там учреждался промысел, уставлялся ход ладейный, урочный, и вот так сорок лет. Сочти этот труд и путь человеческий. Но, видно, притомился Иван Гостев, не под силу следовало то, что еще недавно было привычно. И тут его прямой ум исказило поперечное дума. Берег я выбрал себе самый удаленный, путь туда грубый и долгий, не сыскать ли промысел поближе, чтобы дорога была покороче. В смятении ума стоит Гостев у кормилов ладейного, кому надобны неисчетные версты моих путеплавами, кто сочтет морской путь и морской труд. И видит Гостев у середовой мачты стоит огнезрачная девица. У нее огненные крылья и пограницы истыканные молнии. Она что-то считает слух и счет списывает золотую книгу. Кто ты, о госпожа, ужаснулся Гостев, что ты считаешь и что пишешь? Девица повернула Гостеву свое огненное лицо. Я премудрость Божия, София Новгородская, я считаю версты твоего морского хода, о кормщик. Всякая верста твоих походов счислена и все пути твоих води исчислены и исписаны в книгу жизни великого Новгорода. Ежели так, о госпожа, вас ликнул Гостев, то я и дальше дальних берегов пойду и пути води моих удвою. Весной побежим с Пафнутием Осиповичем в море, во все стороны развеличилось белое море, пресветлый наш гандрик, засвистит в парусах уносная поветель, зашумит рассыпаясь крутой взводень. Придет время наряду и час красоте, запоет наш штурман былину. Высоко, высоко небо синее, широко, широко океан моря, а мхи болота и конца не знай от наших рек, от архангельских. Обычай к артельному труду на севере есть дело повсеместное, промысел, от которого богатела северная страна дальней. На диких пустынных берегах студенное море угрюмо и жестоко, а артель зверопромышленников в десять-пятнадцать человек, веривших в свою судьбу Господу Богу до артельному старости. Но вот еще наутлый кораблик берут человека с песней и сказкой и на равной доле самым ловким промышленников. Зачем? Да чтобы когда наступят мрачные дни, люди не упали духом, не поддались тоске и цинге, не озверели, не одичали за долгую зимовку среди полярной ночи, чтобы не затмился разум в изнурительной борьбе за жизнь, не сломилась в душе воля от видимой бессмыслицы такого существования, чтобы не потерялся во мраке путеводный огонек жизни, ведь песня, сказания это всегда надежда не гаснущая. Не потому ли из-за талантливых сказителей и песенников артельные старосты плахами березами вздрались, боем отбивали, а тымом отымали. Плыли мы первым весенним рейсом в Мурманское, стали попадаться отмелые места. Вдруг старик рулевой сдернул шапку и поклонился в сторону еле видимой каменистой грядки. На этой грядке во времена недавние без всякой надежды на спасение, без пищи и воды остались два брата Иван и Андриан мезинские промышленники. Но вместо того, чтобы есть друг друга следуя законам борьбы, они рассудили иначе. Не мы первые, не мы последние. Мало ли нашего брата пропадает в относах морских. Если на свете двоих еще не станет, от этого белому свету перемены не будет. В дело были пущены ножи, но даже не для того, чтобы по доске нацарапать несвязанные слова предсмертного вопля, а стали они ножами своими украшать печальный досуг любезным их сердцу художеством. И вот простая щербатая доска столешницы, которую выкинуло море на эту каменистую коробу, превратилась в произведение искусства. Чудное дело! Смерть наступала на остров, взмахнула косой, братья видят ее и слагают гимны жизни, поют песни в красоте, и питать они себе слагают торжественных свеках. Корабельные плотники Иван с Андрианом здесь кончали земные труды, и на долгий отдых повалились и ждут архангеловой трубы. Чтобы ум отманить от безвременной скупки, к сей доске приложили мы старательные руки. Андриан ухитрил раму резьбой для увеселения, Иван летопись писал для уведомления. В северо-русском промышленном мореходстве, поясняет Шергин, издревле существовало обычное право, своеобразная юриспруденция, определяющая жизненно-деловые отношения промышленников друг к другу. Иногда они закреплялись письменно. Устав так и начинается. Мореходством нашим промышляем прибыль всем горожанам. Держись гораздо сего обычая, не разорите мореходство доброго уставы. А вот некоторые правила. Ежели покорению кормщику на показ содержится, а внутри молва и мятеж, то ждет нас без промыслица. Ежели переступил устав и учинил прошивку, не лги, а повинись перед товарищей и скажи «Простите меня», и о грех мимо идет. Ежели кто сделал ошибку и бедственную, но понял ее и исправился, не могите напомянуть ему о ней. А если за которым человеком сыщется какое воровство или татьба, или какое скаредное дело, кто сироту обидит или деньги в рост давал, того в промышленный поход не брать. О, человечи, лучше тебе дома по миру ходите, куски собирайте, негле в море позориться, переступая вечную заповедь морскую. Наш предпоследний полновесный Мезинский день был проведен своей центральной частью знаменитой Кимже, удивительно красивом и гармоничном селе на берегу Левого Мезинского притока. Настоящий Мекке для художников и поэтов. Отодвинутый с Кимже от русла Мезиньи, ее некоторая укрытость, а также солидный процент живших здесь раскольников, с их упрямой приверженностью к старинному кладу жизни, в старинных постройках, определили и такую удивительную сохранность заповедность этой деревни наилучшего представителя Мезинского Севера. Здесь все есть и деревянные набережные, и мельницы ветряки, и кони на крышах, и оветные кресты, церкви. Но прежде всего и в конце концов Одигитриевская церковь, выразитель духа целого края. И страшно подумать, какое нам будет горе, если с этой церковью случится трагедия. О небрежении и раззоре сейчас вспоминают местные жители. И боясь этой судьбы, суеверно ее отгоняя, снимал ведь ее бесчетное число раз. Богат был этот день и на встрече с людьми, самыми разными. В этом доме старушка угощала нас и своих постояльцев чаем, добро сочувствую, входя в наши заботы. И тут же был пьяный, но соображающий механизатор Юрка, как он себя называл, с которым мы неуспешно пытались договориться о лодке в Дорогорское. Разговорились мы и с московскими киношниками, изготовителями дорогостоящего шедевра про знаменитого ученого Михаила Ломоносова. Какие-то там миллионы на поставку водой студийных машин, электростанций, не говоря уж об именитых актрисах и ином обеспечении. Южий парень сбрасывал веревкой колокол. Мы ахнули, но он полетел легкой пушинкой. Оказалось, бутафоя. Притвор и часовня рядом тоже понарошку. А в отдалении стоял целый раскольничий посад с часовней и с сарая, предназначенный для сожжения раскольников, и изба, где будет рождаться и воспитываться Михаил Ломоносов. В какой-то момент стало казаться, что и церковь неправдошная, и святого-то ничего нет, и уроки народной интеллигенции не нужны. И снова мы обращаемся к книге Галкина, где говорится о мучительных раздумьях блока о страшном разделении России на две реальности народ и интеллигенции. Полтора ста миллионов с одной стороны и несколько сот тысяч с другой. Люди, взаимно друг друга не понимающие в самом основном. В этом-то и таится российская трагедия, и миром она уж никак не кончится. Все яснее слышится гул приближающейся беды революции. Проблема и сегодня актуальна. Но вместе с Галкиным мы не хотим разводить эти противоположности до антагонизма красного и белого. Мы просто желаем себе и своим друзьям возвращением к нравам своих суровых северных предков. мы прощаемся и уходим из деревни к переправе на Дорогорское. Идем вдоль реки Кимши по заливным лугам мимо Мизинских коней. Потом вброд переходим левый рукав и вступаем в Мизинскую пустыню обмелевшего дна. Вот где хорошо думается на ходу, прорабатывая мизинские уроки. ЛИРИЧ qээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ